Сотрудники Росгвардии поработали на озере Байкал. Там водолазы ведомства совершили уникальные погружения в ледяную воду под толстым слоем льда. Наш корреспондент Динар Усманов убедился, что глубины Родины под защитой. Красавец Байкал на льду, армейская палатка. А внутри нее целый командный центр Росгвардии с боевыми пловцами, специальными дронами, высоким командованием и системой непрерывного мониторинга. Эти кадры способны передать лишь малую толику царящих внутри сосредоточенности и напряжения. Отчет о самочувствии, находящемся под толстым льдом, каждые две минуты. Второй на грудь, самочувствие хорошее. Речь не только о физическом, но и психологическом состоянии. Оно, пожалуй, даже более важно. Приступ паники под ледяным панцирем, потери ориентации, неправильная работа со страховкой в бою, смерти подобны. Поэтому опытные боевые пловцы в таких вот суровых условиях передают опыт курсантам, которым еще только предстоит стать подводными диверсантами, защитниками морских объектов России и ее рубежей. Тут все как у Суворова, тяжело в учении, чтобы было легко в бою. Естественно, то есть первое время у них есть чувство страха, чувство неуверенности. Как раз таки и наша задача является, да, то есть дать им эту уверенность, дать необходимые навыки для работы в таких условиях. Курсантов, что сейчас выполняют под льдом Байкала поставленную задачу, конечно, не сразу отправили в ледяную воду самого большого озера планеты. Это их, можно сказать, уже экзамен. Позади многие месяцы тренировки на суше в барокамере с разными условиями давления. Отработка сложных элементов в бассейне, скоростное перемещение с дроном, преодоление узких мест и даже подводная борьба. Только после всего этого реальный водоем и максимально приближенные к боевым условиям. Все для того, чтобы в конечном итоге вот так скрытно подобраться к захваченному судну, даже если это атомный ледокол, к примеру. Незаметно установить сборный трап, подняться всем отрядом на борт и далее, прикрывая друг друга, несколькими маневренными группами обезвредить противника. Это все вершина айсберга, то есть боевого мастерства и всего прошедшего обучения. Пока курсантам Росгвардии, выбравшим стызю боевого пловца, предстоит сдать подводную часть экзамена в водах Байкала, чтобы уже потом стать настоящими бойцами невидимого фронта, подводного, и эффективно защищать под и надводную инфраструктуру России.